Добрый вечер, друзья! Это Кинозум на Сминк ТВ. Сегодня мы посмотрим работу белгородского режиссера Михаила Хижнякова. Фильм «Пустое пространство». Приятного просмотра! «Пустое пространство» «Пустое пространство» «Пустое пространство» «Пустое пространство» КОНЕЦ Мы вернём вам вашу любимую. Мы сделаем её вам такой, как вы её помнили. В точности, как ваши воспоминания. Да. Наверное, да. КОНЕЦ 3 сентября 1058 года. Артур Асенов. Подозреваемый подземный номер 857. Из отец 26 ПРС. Гражданка Анастасия Неровна погибла 8 апреля 1958 года в ДТП. В этот момент с ней находились люди. Спустя 4 месяца появляются слухи, что она жива и находится в доме, арендуемом варе. Я не помню, как был погружён. Анастасия Неровна. Этот момент они стёрлили. Сначала было безумно. О том, что есть возможность вернуть к жизни человека. Неужели я в чем-то виноват? Анастасия Неровна. ИНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я по поводу вашего письма Да, я прочел Встретиться Хорошо, давайте встретимся ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИМАТО ДимаTorzok ДимаTorzok ДИМАТО Дальше. Вот здесь. Дальше. Это не смешно, вы меня слышите, люди, меня кто-нибудь слышит вообще? Да ты топай, топай! Стрелы трассы в воскресенье. Слишком все реально, чтобы быть сном. Зачем я здесь? Здесь все, что я видел, это битовый сон. Мне нужно проснуться. Стрелы трассы в воскресенье. 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 В воскресенье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Одна из комнат напоминала мне дом, в котором я раньше жил. Я начал вспоминать про мой разговор, про письмо, про погружение. То, что я был собственным в сознании, и сомнений уже не было. Выдавали предметы, которые остались только в моей памяти. Был только один вопрос. Зачем я там нахожусь? Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! Ну, что, пора уже сказать ему, иначе профессор форматирует нас. Осталось себе несколько минут от возвращения. Shit. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Откуда придется избавиться? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда вернуть не удастся. Что ты выберешь? Черт возьми, кто ты? Я программный разум системы. Профессор создал меня, чтобы я помогал ему. Этот мир принадлежит мне. Могу принимать любые формы. Только не говори ему про меня, ладно? Я наделен генератором случайных мыслей. Также позитивной и негативной памятью, что дает мне чувствовать, в отличие от остальных систем. Это место нереально. Все это пустое пространство. Мне были интересны твои воспоминания. Я видел их. И я стер в начале тот вечер, чтобы ты не мучился. Мне тебя стало жалко. Но, наверное, было бы неправильно не дать тебе вспомнить. Она ведь умерла, Артур. Если ты ее встретишь, то помимо тела, приготовленного профессором, она займет тело незнакомки. Ты убьешь человека. Ты убьешь человека. Она скоро появится. Как тебе мои комнаты. А мой костюм. Я просто хотел понравиться. Редактор субтитров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы говорили вам, что погрузившись, есть доля вероятности забыть на некоторое время, кто вы. Здесь мы за это ответственности не несем. Вы на это подписывались. Все вспомнили? Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, та, которую вы видели, действительно ваша девушка? Нам важно знать, потому как гарантии мы не даем. Мы вернем вам вашу любимую. Мы сделаем ее вам такой, как вы ее помнили. В точности, как ваши воспоминания. Я видел там девушку. Не забывайте, все, что вы видели, по большей части ваше сознание. Завтра мы дадим вам адрес, где вы можете забрать ее. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу, чтобы она вернулась. Я хочу, чтобы она вернулась. Нажатие кнопки, и ты оказываешься в другом мире. Одно слово, и желание исполнено. Живешь лишь один раз. И неужели я должен быть несчастен? Этот миг, о котором мне напишут в истории, про который никто не вспомнит. И по сути, время дорого лишь только мне. Но я хотел быть счастливым. Поэтому вернул ее себе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты не спишь. Знаешь, звезда сороковала, мама. Когда-то загадала желание. Но я загадала. Она уже исполнилась. Вот только что. Мне придется передать это дело в другое бюро. Это не по моей части. Скажите, так вы все-таки убили ту вторую? Алена Ланина, 2040 года рождения, пропала без вести 9 июля. Просьба к узнавшим ее по фото или имеющим сведения о ее безнахождении сообщить по телефону 37 17 80. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для тех, кто только что присоединился, это кинозум на Сминг ТВ. Мы посмотрели «Пустое пространство». Фильм, так сказать, неоднозначный. Хотелось бы услышать ваше мнение. Подобный фильм, когда он снимается, он действует на интерес. То есть, в принципе, это на определенную букву. Не для широкой аудитории, так скажем. Да, очень для узкой аудитории. То есть, фильм заточен под то, чтобы определенный такой кружочек людей собрался, который ценит, да, такое, и этот фильм посмотрел. Но так как мы, скорее всего, люди, которые такие критики штатные, да, то есть, просто обычные люди, лично вот мне, когда я смотрю фильм, интересно вот, как бы, чем он закусывает, чем он кусает. То есть... Как ты понял это? Объясняю это следующим образом. То есть, вообще, если касательно о фильме. Когда смотришь любой фильм, он должен чем-то заинтересовывать. Тебя не заинтересовало. Я не увидел интереса. То есть, очень долго что-то пережевывалось, невнятно объяснялось. То есть, вылез какой-то человек. Я вообще, на самом деле, сначала не сразу понял, мужчина это или женщина. Только потом понял, что это сам, ну, собственно, персонаж. То есть, обычно, когда какой-то фильм объясняется, как-то подводка на протяжении всего фильма должна идти какая-то, да. То есть, что, к чему, о чем этот фильм, да. То есть, чтобы тебе какие-то мысли в голове хотя бы появлялись, чтобы ты в процессе этого фильма мог думать. Здесь я этого просто-напросто не увидел. И что мне просто, на самом деле, действительно не понравилось, как бы, упуская тот момент, то, что он пожертвовал жизнью другой девушки во имя своей любви, как бы, я тоже не согласен с ним. Вот, а говоришь тебе непонятно. Нет, лично. Вот тут вопрос. Ну да. Что было смешно тебе? Деталей, хорошо, как бы, деталей вообще просто нету, да. Любая картина, которая снимается, она должна быть напичкана деталями, потому что смотреть просто панораму, это скучно. Ее хочется иногда обратить внимание на часы, еще на что-то, да. Я этого вообще ничего не увидел. И меня, на самом деле, очень, не знаю почему, рассмешила самая последняя сцена, когда он выбрасывает эту рамку портал просто перед собой. Почему, вот, просто хотелось бы задать вот искренне, вот единственный вопрос автору, да. Почему он эту рамку не выбросил в костер, куда-то, не знаю, в речку, куда-нибудь в озеро, да. Может быть, пригодится потом. Да, ну не знаю, просто гинул перед собой, все, я от него избавился, круто. Потому что, как бы, я понял так это. Так, хорошо. Константин, ты хотел что-то сказать? Я не хотел бы, конечно, выступать защитником в лице защитника данного режиссера. Мне фильм не понравился, я сам скажу, да. Но мне не понравился он не по тем причинам, по которым, как, извини? Данил, да, мне не понравился. То есть, для меня фильм, идея, абсолютно ясна. То есть, сценарий абсолютно ясен. Я не считаю этот фильм, как вы выразились, для узкого зрителя. Он не для узкого зрителя, вполне каждый может посмотреть. В фильме много чего хорошего, плохого больше, я считаю. То есть, великолепная музыка, не прекращающаяся в течение всего фильма. То есть, она задавала такой ритм фильму и, скажем так, во многом его сделала. Вот. Смысл понятен. В принципе, да, терзание главного героя во многих фильмах. Я не люблю, конечно, к каким-то фильмам ссылаться. Это все мы уже видели. Непонятна аллегория, да, вот режиссера мне. Видимо, его собственные какие-то соображения. Ну, во всяком кино они есть. И поэтому дадим данному режиссеру, что вот мне они лично непонятны. Мне непонятно, что я заматываю скотчем. Вот скотч мне непонятен, да, кто-то мне объяснит. Ну, опять же. Ну, на самом деле, да. Это можно критиковать. Можно. Почему он бросил в лес, не в костер, не сжег или не в небо. Это тоже режиссер так захотел. Вот. Фильм не понравился не из-за картинок. Кстати, в кооператорской работе никаких картинок великолепной. Интересные картинки, интересные кадры, интересные планы, интересные фокусы. Монтаж интересный, да. Монтаж интересный, да. Очень интересный. Графика даже. То есть не выглядит, как вначале сказали, белгородский фильм, да. Не выглядит там какой-то местечковый. И, между прочим, Михаил Хижников практически все там делал сам. Да. По титрам видно, да. Особенно по титрам увидели, что титры он там все делал. Такой молодец парень. Но почему мне фильм не понравился? Потому что второй бы раз его не посмотрел. И, к сожалению, может быть, счастье, я не люблю драму, да. Я считаю, это драма. Какие-то печальные концовки. Вполне понятная концовка, опять же. Ну, вот, не люблю ей все. Вот это вот мое мнение. Могу поспорить. На самом деле, что я хотел бы сказать. Вот мы очень часто в своей жизни сталкиваемся с выбором. Какой бы он ни был. Там пусть это пустяк какой-то в магазине там что-то выбрать, да. Или что-то серьезное. Вот как здесь было то, что мы увидели. Главный герой сделал выбор. Вот как вы считаете, правильный он или нет? Он сделал так, как было бы хорошо ему. Здесь сделал выбор чего? То, что он убил эту девушку, да? Где он ее убил? Я ее не видел, эту девушку. Как он ее убил? Где это было в пустом пространстве? Ну, об этом было сказано. Что, тем не менее, он это совершил. Ну, так можно было обо всем фильме так сказать просто. Ну, здесь изначально пошел переломный момент непонятный. То есть, где-то он находится с кем-то, он встречается. А потом получается так, что просто он в какой-то комнате появился. Ну, он же вот поехал, его погрузили. Его погрузили в пустое пространство как раз таки, чтобы вычленить воспоминания, из которых потом возродить эту девушку. В процессе фильма идет. Да. А сам переломный момент, он идет с кем-то встречаться. Потом уже где-то из воспоминаний показывают, что он лежит где-то, подключенный к какому-то аппарату. И что касается его выбора, честно, мое мнение, ну, я, наверное, поступил бы по-другому. Как бы ты поступил? Я просто развернулся, ушел. Нет, я бы оставил так, как должно быть. То есть, нет смысла менять. Так в конце же к этому и пришло. Нет. Нет, в конце ему задается вопрос, вы ли убили того человека. То есть, он, получается, по сценарию пожертвовал жизнью одной девушке, чтобы получить другой. Он сделал так, чтобы было хорошо ему. Да. То есть, эгоистичный поступок, да, как он поставил это. Правильно ли он поступил? Судьба, она есть судьба. И никто из нас, присутствующих здесь в зале или где-либо, имеет право. Ну, вот смотри, мы не имеем права. У него была такая возможность. Его погрузили, вычленить воспоминания. Вот ты бы, если у тебя такая возможность, тебя сделали эдаким гемиургом, да, ты бы поступил в какой-то ситуации, чтобы было хорошо тебе, или ты бы не стал менять судьбу. Вот понятно, что мы, в принципе, не можем такого плана вещи делать. А вот если бы была такая возможность? Ну, в принципе, с этой позиции я и говорю, то, что если бы у меня была такая возможность, то, что, в принципе, если мы рассуждаем в этом фильме, соответственно, мы ставим себя на место персонажа, да? Да, совершенно верно. Ну, это априори, по обычному. И, как я уже сказал, судьба, есть судьба, и никто из нас не вправе ее менять. У этой девушки, которую он убил, может быть, он не менее любящий парень, который также ее безумно любил, да? И это получается, если существует такая возможность у него, да, почему не будет возможности у того же парня, у которого он, не имея на это никакого права, отобрал его любимую девушку, да, чтобы свою воскресить? Причем не факт, что через неделю он не расстанется с ней. Вот, об этом я позже хотел сказать, да. То есть, в этом плане однозначность просто, то, что он не имел права это сделать. Может быть, у девушек какое-то другое мнение? Я тоже думал, у девушек спросить. Да. На самом деле, я согласна с Даниилом в данной ситуации, и я бы не стала вообще погружаться в это пустое пространство. Вот смотри, ты любящая сердце, да, у тебя переживание, там, авария произошла, ты постоянно думаешь, думаешь, думаешь об этом человеке, и тут раз такая возможность. Это на самом деле такое двоякое мнение. Ну, тут уже божий промысел, я не вправе. Вот, о чем я говорил. Просто понятно, что мы, и, может быть, слава богу, не сталкивались с такими ситуациями, и не столкнемся, но всякое может быть. И это все равно, что, я не знаю, там, как найти какой-нибудь чемодан денег, да, кто-то говорит, ой, нет, если там он лежит, значит, там, пусть лежит, это не мое. Но мы никогда не скажем точно, пока не попадем в такую ситуацию, правильно? Как бы мы поступили, там, забрали бы, там, что-то, или пошли бы, погрузились, воскресили кого-то или не воскресили. Тут еще проблема в том, что герой из тебя чувствовал виноватым по отношению к девушке. Он ощущал свою вину в ее смерти, поэтому, может быть, тут от этого тоже зависел его выбор. Ну, это тоже, да. Вообще, я думаю, что даже если была такая возможность, действительно, да, нормальный здравомыслящий человек, я думаю, не воспользовался бы такой ситуацией, потому что он бы оставил все так, как есть. Зачем? Ну, опять же, прошло какое-то время уже, да, и правильно здесь сказали, никто не гарантирует того, что дальше будет все хорошо. Может быть, они действительно пробудут вместе, там, какой-то месяц, это девушка, правильно там говорят, это ваша девушка? Это, нет, я к тому, что по отношению к нему, она не жена, не мать его детей, там, никого. Может быть, они, там, пробыли месяц, там, какой-то расстались, а второго человека уже, к сожалению, нету. Ну, моя оценка, в принципе, мне не очень понравился сам фильм. Сюжет слишком запутан. Он запутан тем, что, в принципе, он приходит, он знает, что он делает, он встречается с людьми, он погружается туда, и там, где он погрузился, начинает понимать, кто он, что он, с кем он там встречается. Вот эти непонятные движения. Ну, я тоже где-то, наверное, полфильма, может быть, больше вникала. Ну, сейчас будет развязка, сейчас я пойму. Ну, на самом деле, есть фильмы такие, где весь фильм нужно вникать, и в самом конце есть развязка. Это более интересный, когда сопоставляешь те моменты, которые были, там, в середине фильма, в конце, и ты понимаешь всю картину. Конечно, в этом фильме было мне чисто сложнее сосредоточиться. Но вот если бы я была бы на месте этого парня, который потерял вот девушку, конечно, жалко, да, понять его можно, там, его любовь, хотел ее вернуть. И когда у него появилась эта возможность, ну, возвращать человека в ущерб жизни другого человека, я думаю, это, я бы не решилась бы на это. Это же то же самое, это убийство. Совершенно верно. Я думаю, что нормальный человек, он не сможет убить. Потому он и сидел перед следователем. Да, жалко того, ну, любимого человека. Ну, на этом жизнь не заканчивается. Надо жить дальше. Я хотел бы сказать по поводу сценария, по-моему, по поводу записывания сценария, режиссер и, ну, устами главного героя, по-моему, как нельзя мог объяснял зрителям, что вообще происходит. Ну, как я вот говорил, да. То есть, он разум, он сказал-то разум. Это вот программа. Это программа. Кстати, по поводу сценария, все, по-моему, доступно, все, чем объяснялось. По поводу, я немножко не пойму, все комментируют его выбор, этого молодого человека. Причем, все комментируют в трезвом уме, да, все это дело. И то, что не учитывать, что это произошло, что у человека, фильм-то, фильм, большую часть, заметьте, 80%, как раз-таки была прелюдия к тому самому выбору, да. То есть, о душевной драме. То есть, он в этой, вот, в своем состоянии, он делал выбор, он не делал это, вот сидел вот так и размышлял спокойно на эту тему. И вот, если честно, сама тема выбора, она для меня была неожиданна в конце фильма, и она несколько провокационна, вот, да, в самом деле. Она к провокации, в конце всего выскочила, да. И теперь делаю выбор, там, помните, как мы такие выбором. Поэтому я не стал, вот, лично я оценивать выборы, не стал. Хотя, можете, конечно, сейчас многие вещи говорить, там, по поводу религии и всего остального, я, конечно, лично не стал комментировать. По поводу сюжетной линии, надо сказать, что фильм этот, он поставлен по рассказу «Полтора килограмма другой вселенной». Если кому-то будет интересно, может быть, чтобы какой-то отпечаток, пусть то положительный или негативный, оставят, если кто-то захочет разобраться, может быть, поподробнее, можно прочитать этот рассказ. На мой взгляд, вот та проблема, о которой говорил Данил, возникает из-за того, что довольно много сюжетных линий, тут и линия девушки, линия профессора, и следователь там сидит. И поэтому очень сложно разграничить реальность. Герой довольно много рефлексирует, но реальности как-то, по сути, мало. На самом деле, вот, а мне кажется, этот, вот как раз именно этот момент переплетения реального и погружения его, так скажем, нереального, это довольно интересно. Да, я согласен, но никто не видел этого погружения. То есть, сначала он идет реально, звонит, разговаривает, встречу назначает, идет, либо ему назначает. Да, он идет на эту встречу, бах, и он уже где-то в другом месте. Сам процесс, то есть, ты вроде как бы с ним в этой, да, линии, что он делает, как потом тебя выбивает, ты начинаешь в другую линию вникать, а в итоге получается вообще третья, то есть он шел к какому-то выбору. То есть, именно вот это переплетение вводит в заблуждение. Да, что проблема, мне кажется, что ты сказал, по книге поставлена картина, вот, автор, а именно в сжатые временные сроки решил непосредственно всю книгу... Ну, не книга, рассказ, по рассказу. Но, похоже, очень сжатого он решил, поэтому получается вот такой на картине винегрет, игра актеров винегрет, все непонятно, более-менее что-то очевидно становится уже под конец фильма. То есть, уже показано, что вот главный герой сделал какой-то свой выбор. Да, просто жарная картина, много непонятно. И обычно в фильмах такого плана даются сначала какие-то запутанные вещи, а потом уже под конец разгадка, а тут даются какие-то элементы разгадки, и потом в конце уже какая-то сбитая концовка, какая-то довольно пустая, нечеткая. Ну да, такое ощущение, что прям вот сразу в действие нас кидает, то есть как бы нет вот прелюдии, потихонечку нас не подготавливают, что происходит на экране. Сразу в раз в действие парень уже что-то делает, куда-то ему надо бежать, какие-то колоссальные проблемы надо решать, и оп, они решились. Все, то есть слишком быстро. Да, то есть за саму задумку, да, очень получилось бы, если действительно сделал правильно. Но так как он и сильно сжал, и не было прелюдий, скажем так, да, то есть самого действия. Ну что вы прицепились к прелюдиям, на самом деле. Нет, я не цепляюсь к этому, это действительно как бы что вводит в тупик. Ну что, друзья, у вас у всех в руках есть таблички. Давайте проголосуем. Палец вверх, если фильм понравился, и, соответственно, наоборот, если не понравился. Долго определялось, да? Трое за, пятеро против. Что хотелось бы сказать. На самом деле фильм неплох. Фильм очень хорош. И если это дебютная работа, она очень замечательная, и стоит прочитать этот рассказ, я думаю. И кто знает, может быть, совсем скоро Михаил, он, кстати, ищет инвесторов и будет снимать другие фильмы. И нам, может быть, понравится что-то больше. Моё мнение, фильм хороший. Всем спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok